МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА День строителя. Глава города посетил места строительства социально значимых объектов и лично поздравил мастеров своего дела. На улице лето и солнце, а магаданцы две недели без горячей воды. Сегодня городская ТЭЦ запустила котел и к понедельнику пообещали теплую воду в кранах квартир. 27 июля в Магадане отключили подачу горячей воды. Все это время на городской ТЭЦ проводили профилактические ремонтные работы. Сегодня утром на теплоэлектростанции запустили котлоагрегат среднего давления и начали заполнять горячей водой магистральные трубопроводы. Далее вода поступит в Магадан теплосеть, которая распределит процесс по микрорайонам города, а в дома раздадут управляющей компании. В настоящее время на магаданской ТЭЦ производятся пусковые операции по включению системы горячего водоснабжения. Котлоагрегат, источник тепла уже запущен. Сейчас происходит наполнение трубопроводов. В течение суток горячая вода дойдет до потребителей. Запуск горячей на ТЭЦ проконтролировал глава Магадана Юрий Гришан. Главный инженер теплоэлектроцентрали продемонстрировал мэру работу котлоагрегата и рассказал о проделанных профилактических работах. Горячая вода, по словам специалистов, появится в квартирах города не сразу. Подача будет производиться постепенно, на протяжении нескольких дней. В понедельник процесс горячего водоснабжения будет завершен повсеместно. Как всегда, магаданская ТЭЦ досрочно справилась с работой. Вот уже сейчас идет заполнение систем. Процесс непростой, он потребует времени, потому что 4000 кубических метров воды. Должны и Магадан Теплосеть зарить свою систему, и магаданская ТЭЦ. Но вот сказали, что в понедельник точно у всех будет. Постепенно, верно, по городу будет вода подключаться. Также при встрече обсудили подготовку к предстоящему отопительному сезону. По словам Юрия Гришана, в прошлом году батареи начали греть с 10 сентября. В этом дату запуска изменять не планируют. Сейчас на территории ТЭЦ производится завоз угля. На реализацию отопительного сезона твердого топлива должно быть заготовлено более 200 тысяч тонн. С подготовкой к зиме энергетики справляются. И к началу отопительного сезона запасы будут готовы. А котлоагрегаты налажены к полноценной работе. Рыжие, черные, белые. Галина Катеринич знает каждого из своих подопечных. А их в приюте «Право на жизнь» содержится ни много ни мало 306 собак и 68 кошек. И каждого нужно накормить, выгулить и следить за здоровьем. Вот уже на протяжении 15 лет четвероногие шарики и барсики оказываются в вольерах по разным причинам. Кого-то привозят бывшие хозяева, других отлавливают на улицах города, стерилизуют и отпускают. Бывают такие моменты, что я привожу собаку, вызов пришел в мэрию. Я привожу собаку, я понимаю, я съездил за ней, понимаю, что она домашняя. Где-то она убежала за стаей, где-то она потерялась, зашла за угол. Я тут же даю объявление, что когда построила приют, и первые были собаки, конечно, были самые любимые. А сейчас уже очень много, уже как-то вот, они меня любят, и я отвечаю им ласк. По различным оценкам, в Магадане около 4 тысяч безнадзорных особей. Зачастую бездомными они становятся благодаря безответственности хозяев. Такие животные, сбиваясь в стаи, иногда становятся небезопасными для людей. Решить проблему безнадзорности животных должен новый муниципальный приют, рассчитанный на содержание 150 собак и 30 кошек. Мы за гуманное обращение с животными, за то, чтобы это было цивилизованным путем, решено все без жестокости, чтобы смикшировать ту ситуацию, которая сегодня в городе есть. И когда мы говорим о проблематике, тема безнадзорных животных, она практически с темой ЖКХ на одном и том же уровне. Уже определен участок подстроительства. На текущий момент ведутся работы по инженерным изысканиям. На разработку проектно-сметной документации из областного бюджета было направлено около 5,5 миллионов рублей. Да, это не дешевое мероприятие, но очень важно не просто вложить деньги и потом отчитываться, мы тут деньги вложили. И не эта же задача. Задача найти решение этой проблемы, найти решение грамотное, цивилизованное. Если хотите, в том числе с любовью к животным и с уважением к людям. Завершить выполнение проектно-изыскательских работ планируется до конца этого года. После согласования специалисты приступят к строительству нового муниципального приюта для безнадзорных животных. Создание регионального учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» обсудили в правительстве Магаданской области. На его базе будут проходить сборы учащихся 10-х классов по основам военной службы. В настоящее время подобные дневные мероприятия для юношей проводятся ежегодно в региональном центре патриотического воспитания «Подвиг». Однако, согласно методическим рекомендациям Министерства обороны, сборы должны проходить в круглосуточном режиме. Мэр Магадана Юрий Гришан выступил с инициативой и предложил разместить учебно-методический центр «Авангард» на базе действующего лагеря «Патриот» в микрорайоне «Снежный». У нас для этих целей создавался на базе «На Фельсово-Снежного» есть отдельно стоящие корпуса, действующие в адрес «Патриот», которые вполне могут быть использованы для круглогодичного, круглосуточного пребывания детей по программам, которые согласованы, в том числе с ним, в обороны Магаданской области. Ежегодно на Колыме в учебных военных сборах принимают участие около полутысячи старшеклассников и студентов. Создание подобных центров позволит реализовать передовые педагогические идеи и образовательные технологии в сфере начальной военной подготовки будущих защитников Отечества. В ближайшее время Центры военно-патриотического воспитания «Авангард» будут созданы во всех субъектах Российской Федерации. В Магадане отпраздновали День строителя. Константин Дьячков работает в этой сфере уже больше 20 лет. В 2000 году окончил Иркутский государственный университет. На руководящей должности мужчина около 15 лет. В Магадане Константин трудится прорабом и строит бассейн на улице Октябрьской. Рассказывает, что работа очень интересная и нужная. А все люди этой профессии, по его словам, добрые. Это прекрасная специальность. Строители – люди, они очень добрые и доброжелательные. Я хочу поздравить своих коллег с профессиональным строительным праздником. Всем удачи и счастья. Накануне профессионального праздника мэр Магадана Юрий Гришан поздравил мастеров своего дела, посетив будущий плавательный бассейн и школу в поселке Снежный. Там глава муниципалитета вручил строителям благодарности и памятные подарки. Я хотел бы пожелать вам всем здоровья, вам, вы всеми несете деньги с этой стройки, чтобы зарплата была хорошая, чтобы вы не разочаровались в своей профессии. А те, кто приехал сюда в Магадан из других регионов Российской Федерации, может быть, и задержались здесь. Работы для строителей будет всегда здесь очень и очень много. С праздником вам, вас, всего вам доброго. Юрий Гришан поблагодарил коллектив за преданность делу и пожелал строителям крепкого здоровья и успехов в труде. С профессиональным праздником их также поздравили артисты из поселка Сокол. Отметим, День строителя ежегодно отмечают в России во второе воскресенье августа. В 2020 году его отпразднуют в юбилейный 65-й раз. Торжественное празднование предстоящего Дня строителя прошло и в уникальном для региона парке отдыха «Маяк». Здесь глава города Юрий Гришан наградил почетными грамотами тех, кто внес значительный вклад в развитие сферы строительства и благоустройства колымской столицы. Кроме того, генеральному директору компании «Северный город» Ярославу Леснику было присвоено звание «Почетный строитель города Магадана». И сегодня строители уносят свой вклад в строительство города Магадана, делают его привлекательным, интересным, с тем, чтобы человек, который приехал сюда, мог задержаться надолго. И я хочу вашему лице передать сегодня огромный привет и благодарность всем, кто занят этим непростым делом. С праздником вас! С Днем строителя! Награждение именно в парке «Маяк» прошло не случайно. Это излюбленное место отдыха сейчас является эпицентром масштабного строительства. Здесь продолжаются работы по берегу укреплению, строится кафе, ресторан, три гостиничных корпуса и жилой комплекс на 10 тысяч квадратных метров. Кроме того, продолжается реконструкция теплотрассы и магаданского пирса. В скором времени парк «Маяк» порадует жителей и гостей города обновленной современной инфраструктурой. Сотрудники магаданской таможни на морской границе изъяли нелегальную продукцию – 160 пачек сигарет, в которых оказалось больше 3000 единиц табачных изделий. Их незаконно везли на территорию России на рыболовном судне, которое прибыло из Ахатаморской экспедиции. Контрабанду обнаружили в каютах, однако капитан объяснил, что это судовые припасы. Тем не менее, в таможенных документах они задекларированы не были. В отношении юридического лица судовладельца магаданской таможни возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Санкция по данной статье предусматривает административный штраф от одной второй стоимости товара до двухкратного размера. Все товары, которые по решению суда признают конфискованными, таможенные органы передают для реализации, либо уничтожения в Росимущество. Так, за последние три года на морских судах таможня магадана изъяла 7 080 пачек сигарет. 10 августа в понедельник мэр Магадана Юрий Гришан проведет прямую телефонную линию для горожан. Любой желающий сможет задать вопрос главе муниципалитета с 14 до 17 часов по номеру 62 50 65. Прямую линию по личным вопросам Юрий Гришан проводит ежемесячно. Чтобы попасть на прием к городоначальнику, в кабинете 105 мэри нужно написать заявление. Обратиться с той или иной проблемой можно также к заместителям мэра по телефону 62 71 54. Магазин 1000 запчастей. Мы сами закупаем и разбираем автомобили в Японии. И привозим в Магадан только самые нужные запчасти. 1000 запчастей в наличии на Берзина 12. Приходите, поможем с выбором. На связи с вами по телефону 61 75 75. Поехали. Раз, два, три. Жизнь – это череда решений. И на многие решиться гораздо проще, чем кажется. Нужно осознать раз, решиться два, сделать три. Теперь слышите? Как счет раз, два, три. Иногда изменить чью-то жизнь может самое простое решение. Покупая значок «Красная гвоздика», вы помогаете ветеранам. Рассветки и фактуры, которым позавидуют ведущие кутюрье планеты. Шикарные обои производства Италии, Германии и России. Богатый выбор и безупречное качество. Друзья, подписывайтесь на рекламный инстаграм-аккаунт «Рекламная лавка Магадан». Здесь всегда свежая и актуальная реклама, услуги, объявления и вакансии нашего города. Будьте всегда одними из первых в курсе всех акций. Распродаж, поступлений... В пятницу 7 августа в Магадане переменная облачность без осадков. Температура ночью 10 тепла, днем воздух прогреется до 20 градусов. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 2,6 метра в секунду. Влажность составит 67 процентов. Склад-магазин строительных материалов «Крас» представляет гипсокартон и комплектующие, сухие строительные смеси, древесно-плитные материалы, лакокрасочная продукция, пиломатериалы, гровельные материалы и крепеж в ассортименте. Осуществляем доставку по звонку. Телефон 63 66 92. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok